здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность а также обо всем что меня интересует ставьте лайки и нажимайте на колокольчик подписывайтесь чтобы жителей нашего чудесного добросердечного города стало 300 тысяч сегодня дорогие друзья у меня опять был хлопотный ремонтный день выяснилось неожиданно что мои абсолютно нормальные практически новые счетчики для воды выработали свои шесть лет и что мне в обязательном срочном порядке нужно их или проверять или менять но что-то с ними делать но вы знаете всю эту систему хотя ваш счетчик новенький и прекрасно работает но если вы с ним что-то не сделаете вот эти манипуляции то будут выставлены огромные счета заводу сначала я хотела пойти по простому пути и вызвать проверяющих и написала в госуслуги чтобы они порекомендовали мне какую-нибудь компанию мне ответили причем ответили очень быстро что я сама должна искать эту компанию проверяющую а поскольку очень много жуликов и мошенников то я должна сама разобраться сама проверить их лицензию а потом проверяющие в свою очередь должны это внести в компьютерную базу и после этого я смогу спать спокойно вот что меня сильно удручает в капитализме я все должна делать сама округом сейчас море мошенников море и тебя никто не защищает то есть жизнь это ежедневная постоянная борьба поэтому поразмыслив я приняла решение сберечь мое время и нервы и пойти сложным но быстрым путем я позвонила в ту самую контору которая сто процентов проверенная потому что они мне эти счетчики и ставили у меня же их документы сохранились я им позвонила и сказала что мне надо проверить счетчики на что они радостно ответили что надо счетчики менять по-другому они не согласны и я согласилась то есть я согласилась платить за спокойствие потому что у меня сейчас нет настроения играть в рулетку и знаете дорогие друзья я вам уже рассказывал я частенько плачу за мое спокойствие я взвешиваю на моих невидимых весах фемиды мою нервную систему вернее как она будет выглядеть после всех этих нервотрепок или деньги и я часто выбираю сохраненные нервы и сегодня я весь день потратил то есть сначала я ждала мастеров потом они ковырялись со счетчиками потом со всеми этими бумагами мне надо было идти в жек снимать ксерокопии чтобы они их зафиксировали и сказали что только через месяц они эти сведения передадут а сейчас в этом месяце я не смогу передавать потому что у меня же там старые показания счетчик начал от счет с нуля то есть пройдет какое-то длительное время и знаете дорогие друзья вот смена этих счетчиков это был мой выбор осознанный выбор я конечно могу сражаться до полной победы я в свое время была профоргом и отстаивала права трудящихся но я честно говоря не хочу класть свою жизнь за такую противную мелочь как смена счетчиков какая сегодня отвратительная погода на улице то есть с одной стороны ярко светит солнце и на солнце вроде как тепло с другой стороны дует ледяной ветер и температура минусовая то сейчас даже солнце разогрело на минус 11 градусов утром было минус 20 то есть с одной стороны тебе холодно а внутри ты потеешь то есть неприятная погода была и вот в такие минуты жизненных испытаний и досады я стараюсь не остаться в этом негативе а поскорее перейти в позитив и я дорогие друзья знаю способы как это можно сделать во первых самое простое это изменить язык тела но вы сами знаете что когда мы расстроены обижены или злимся то наши брови нас суплины губы сжаты глаза прищурены то есть мы готовы к драке это маска гнева поэтому первонаперво нужно расправить плечи разгладить переносицу расслабить мышцы лица и конечно улыбаться и это всегда срабатывает потому что это закрепленный рефлекс и я еще в таком случае приговариваю все отлично я в порядке это пустяки дело житейское второе нужно остановить поток вот этих всех негативных мыслей вот здесь хорошо работают медитации когда ты концентрируешь внимание допустим на каком-то предмете на кружке на ручке на телефоне в конце концов и нужно описывать внимательно этот предмет подробно медленно со всех сторон какой он на вид на ощупь как он пахнет какого он размера как он себя ведет как он звучит но если звучит или еще очень хорошо сосредоточиться на работе внутренних органов то есть представить себе например сердце как она перекачивает кровь как кровь течет по венам артериям как она питает ткани и когда человек на чем-то концентрируется то все его негативные мысли уходят на второй план потому что он не может одновременно концентрироваться на какой-то вещи и думать о другом а негативе в том числе третье нужно изменить само название проблемы замените слова у меня все плохо кругом проблемы неприятности на более позитивные слова у меня сейчас время изменений и творческого переосмысления или у меня сейчас время выхода из зоны комфорта для достижения позитивных перемен это звучит еще красивее причем и та и другая формулировки абсолютно правдивы но первое пессимистично а вторая оптимистично и сразу меняется настроение в лучшую сторону четвертое это нужно нагрузить ноги прогуляться поехать на велосипеде или знаете у кого есть велотренажер у меня был такой маленький тренажерчик игрушечный такой который на пол ставится там только две педальки и крутишь и я с большим весом мне было тяжело и старт стоя заниматься и не было у меня велотренажера большого я сидя на диване потихоньку крутила эти педальки очень хорошо работы так вот в таком состоянии хорошо прогуляться поездить на велосипеде и если конфликт например произошел в семье ну какой-нибудь скандал разборка ссора то прогуляться нагрузить мышцы и проветрить голову отвлечься это вообще отличная идея эмоции уходят а разумное решение проблемы приходит в голову особенно этому ходьба конечно способствует пятый отличный способ это потискать какое-нибудь пухнатое теплое животное мы собственно животных и держим из-за этого потому что их можно помять под тискать погладить подразнить положить коту палец в рот когда он зевает и это у нас с вами сразу рождает чувство умиления и веселья животные особенно мягкие это наши антидепрессанты шестое это почитать какую-нибудь отличную хорошую мотивирующую статью или книгу это отлично работает и знаете дорогие друзья есть фильмы вот такие которые мотивируют очень хорошо в особенности когда главный герой все преодолел на его пути было столько препятствий но он все сдюжил вот он сейчас стоит перед нами обновленный с развивающимися волосами с горящими глазами и когда такой фильм хороший посмотришь самой хочется сразу начать двигаться добиваться и побеждать седьмое слушать веселую энергичную музыку под которую ноги сами идут в пляс это очень хорошо влияет на эмоциональное состояние когда вы приплясываете и подпеваете ритмично двигаясь невозможно думать тягучую грустную депрессивную мысль восьмое это обратиться за поддержкой кто-то может обратиться к подруге кто-то к психотерапевту кому-то ближе священник но главное тут обратиться за помощью к тому человеку который тебя поддерживает он выслушает он утешит он приголубит он даст советы хорошие позитивные советы девятое это уделить время любимому занятию почитать повышевать повязать полепить порисовать или в конце концов пошопиться для тех людей кто очень любит шопинг чтобы про шопинг не говорили и такой он и сякой но есть у него одна позитивная особенность он поднимает настроение 10 это нужно побыть на солнце или на ярком свету я давным давно заметила что когда входишь в ярко освещенную комнату сразу в душе поднимается радость а вот серый блеклый белесый свет он вызывает сразу меланхолию и знаете дорогие друзья когда только появились энергосберегающие люминесцентные еще тогда лампы помните это был цоколь а из него такая гнутая вот эта тонкая лампа накаливания такой спиралькой гнутая такие страшные пристрашные лампы громоздкие были и у меня муж эту новинку купил радостный домой притащил и вкрутил в мою люстру в моей комнате и даже он сам когда увидел вот этот мертвенный свет кошмарных просто свет он тоже сказал как и я что на таких условиях нам не нужно экономить электроэнергию потому что электроэнергию конечно мы сэкономим ну какую-то там часть но психика может двинуться просто сейчас конечно лампа намного лучше сейчас появились и галогеновые светодиодные ну то есть лампа разнообразные но я их по свету всегда отличаем всегда определяю я не знаю как сейчас но я помню что в советские времена в районах крайнего севера где была ночь по полгода где солнце уходило по полгода за горизонт то там еще в советские далекие в 70-е 60-е годы у людей на кухне стояли такие большие лампы дневного света и они у них целый день горели потому что человек не может без дневного света без вот этого яркого света солнца поэтому яркое освещение она всегда позитивно влияет на наше настроение а вообще в целом я конечно понимаю что жизнь любого существа это ежесекундная ежеминутная борьба за существование я каждое утро вспоминаю притчу помните где-то в африке каждое утро просыпается антилопа она знает что ей надо бегать быстрее самого быстрого льва иначе ее съедят где-то в африке каждое утро просыпается лев он знает что ему надо бегать быстрее самой медленной антилопы иначе он умрет от голода поэтому не важно кто ты лев или антилопа но когда встает солнце беги притча правильная притча красивая с одним уточнением охотятся не львы а львицы львицы легче львицы мобильные львицы хитрее львицы умнее лев же охраняет прайд и территорию в этом его миссия чем он больше чем он свирепи тем лучше он выполняет свою миссию и знаете дорогие друзья я об этом обо всем подумала пока шла изжака и решила не печалиться а наоборот радоваться что мне заменили работающий хороший счетчик на работающих хороший счетчик и что еще шесть лет я могу спать спокойно а вы дорогие друзья как вы справляетесь с этой противной проблемой проверкой счетчиков замены счетчиков вообще конечно это форменное безобразие глупость какая-то но приходится играть в эти игры игры в которые играют люди вы видите дорогие друзья что теперь у меня аквариумный период мне так понравилось включать всевозможные аквариумы и меняются вот эти картинки посмотрите какая красота да это так успокаивает у всех художников бывал голубой розовый зеленый период а у меня период каминный период аквариум период оконный помните у меня были окна за ними вот эти виды да рассказала вам о моих перипетиях очередных а теперь попью сейчас чайку и поддыхаю а в конце как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока